Электромобиль для тюменцев – темная лошадка и пока еще экзотика. Таких машин в городе около полусотни. Поэтому мифов о них хоть отбавляй. Например, считается, что электрокары очень дорогие и что заряжать их негде. А как же на самом деле? Все уточнила Ирина Канева. Миф номер один. Электрокар – дорогое удовольствие. На самом деле авто на электротяге стоит не дороже средней поддержанной иномарки. Поскольку обошлась вам эта бесшумная, экологически чистая ласточка? Или не ласточка? Электричка. Мы ее зовем между собой электричка. Она нам обошлась в 600 тысяч рублей. На российских дорогах в основном японская авторичка. Этот Ниссан для автоледи Светланы полгода назад прибыл из Владивостока. Миф номер два. Электрокар негде долго и дорого заряжать. Во-первых, специализированные станции в Тюмени уже есть. Во-вторых, процесс не такой уж длительный. Долго так будем стоять? Ну, быстрая зарядка минут 40 длится. И какой километраж мы получим на выход? Получим где-то около 40 километров, я думаю. Не больше. Зимой? Да, зимой. А летом? Летом это будет около 100. Тем более, я знаю, что все бесплатно, можно и подождать. Экономия налицо. Порядка 50 тысяч. Я смело говорю эту цифру, потому что раньше на топливо мы тратили... Ну, тысячи две в неделю уходило, и за полгода у нас в это набежало. Миф номер три. Электрокар не для нашего сурового климата. Первая зима. Что она показала? Есть сложности с электрокарами? Сложности есть. Было минус 30 на улице. Чтобы машина не замерзла, мы просто ее включили и оставили включенной на ночь. Потратился заряд, но там процентов 6, не больше. И как бы утром развелась, все было замечательно. В принципе, уже все продумали и придумали, как это все преодолеть. Русские мужчины научились согревать эпошек. Специальный отопитель для холодной батареи в помощь. А этот необходимый зимой подогрев, женщина смогла бы его ввести в эксплуатацию, грубо говоря? Конечно, конечно. Все сделано максимально упрощенно. Организовать подогрев высоковольтной батареи – это уже как бы дело техники. Это делается на станции технического обслуживания. Там включить штекер в разъем – это многому не надо. Миф номер 4. На электрокаре далеко не уедешь. Пережиток прошлого. Уже придуманы устройства, которые можно взять с собой в дальнюю дорогу, чтобы не искать по пути источник питания. Миф номер 5. Электрокар не продашь. Это уже не миф. Электрокары очень действительно плохо продаются, потому что масса населения людей очень плохо понимает и не разбирается в этих автомобилях. И просто их боятся. Те, кто не побоялся, заверяют, что зеленый автомобиль стал номером один в семейном автопарке. Заряжаться есть где. Полной батареи вполне хватает на день дорожной суеты. И главное – платить за электроэнергию не приходится. Я не жалею, что поменял свой «Мерседес» на такую электричку. Заряжаться есть где. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...